Здравствуйте! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, как бороться со страхом заразиться. Для начала надо помнить, что Господь нас создал по своему образу и подобию, и, конечно, больше всего похожа на Господа наша душа, чем подверженная греху тела. Тем не менее, нервная система — это тоже подарок нам от Господа. Разум, наш мозг, наш ум, центральный нервный узел, который тоже поступает в него сигналы от органов чувств, тоже нас предупреждают, что чего-то надо опасаться. Собственно, Господь, когда проповедует покаяние и необходимость бороться со грехом, он недаром сравнивает постоянно болезнь души с болезнями тела. И иллюстрирует свою проповедь, исцеляет ту или иную болезнь, чтобы люди поняли, и для души есть некоторая опасность. И вот мы все-таки уже люди новозаветные, люди воцерковленные, и мы понимаем духовные опасности. И страх согрешить, страх повредить своей душе через грех — это, в принципе, некоторое здоровое чувство. Главное, чтобы он не завладевал тобой всецело, а был как некоторая вот такая внешняя осторожность. Точно так же и все-таки мы обращаемся обратно к своему телу и к необходимости о храме своей души, о теле заботиться. И поэтому заразиться, конечно, можно, и этого тоже немножко следует опасаться. Но тоже как преодолеть, как вот сохранить вот этот грамотный баланс, как сохранить вот этот срединный царский путь того, чтобы и страх тобой целиком не овладел, и наоборот по гордости не целиком тебя сразила беспечность. Так вот, здесь нам уместно вспомнить 10 главу Евангелия от Матфея, где евангелист говорит, 28 стих. «И не бойтесь убивающих тела, души же, не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне. Недвили малые птицы продаются за сарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены, не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». Господь, он промыслитель всего мира. Господь заботится о каждом своем творении, в том числе и о неудушевленной природе, и о животных, о птицах, то есть о живых существах, у которых нету бессмертной души. Но, конечно, прежде всего Господь говорит, да, можно беспокоиться о теле, но и говорит, что болезней всего, опасней всего, если ты не беспокоишься о своей душе. Поэтому, когда ты сосредоточился на том, чтобы удержаться от заразы, не заразиться, то надо прежде всего помнить, а как это может навредить моей душе, что, например, ты идешь в магазин, и кто-то к тебе подходит, и не выдерживает дистанцию полтора метра. Как можно поступить, если ты не заботишься о своей душе? Ты заботишься только о том, ой, как бы на меня он не надышал, не начихал, и ты можешь грубо с ним разговаривать, его там как-то отпихивать, убегать с воплями, скандалить, да, или даже, ну там, может, если не импульсивный человек, сказать как-то по-тихому, но все равно так неприятно на человеку, что будет. И человек на нервную почву, наоборот, у него иммунитет ослабеет, он от кого-то еще заразится, и, по сути, по твоей собственной вине умрет. Поэтому здесь, здесь, конечно, надо помнить, что прежде всего надо что-то делать для души. Именно поэтому, собственно, ну вот и волонтеры ходят, и священники ходят все равно к людям, неудержцы и многие другие специальности, те же самые там сотрудники полиции, врачи, и все, кто вынуждены все равно сейчас работать, и не могут закрыться в четырех стенах. Конечно, потому что прежде всего надо поступить по душе, по вот этой заботе, заботе о ближнем, которая является и заботой о своей душе. А уже после этого можно беспокоиться о том, чтобы не заразиться. Кроме того, как бороться со страхом заразиться? Тут общие советы, которые нам сейчас из всех средств массовых информации, что, правда, побольше дома пребывать по мере возможности, тщательно мыть руки, носить маски в общественных местах и так далее, и тому подобное, они тоже помогают. Потому что если ты не действуешь по гордости, ой, я такой, я необычный, меня никакая зараза не берет, я очень боюсь, но при этом руки мыть не буду, маску одевать не буду. Нет, лучше подстраховаться. Помолиться, подстраховаться и, тем не менее, помнить. Помнить, что самое главное, и вред, который человек должен стараться избежать, не вред, который ты можешь нанести себе, а вред, который ты можешь нанести ближнему и через это нанести вред своей душе. Продолжение следует...